У нас сегодня в студии Михаил Троицкий, политолог, я приветствую, и мы включаем нашу студию в отеле Аррат Хаят, сейчас Алексей Радзянко, президент Американской торговой палаты в России. Ну, естественно, будем говорить по поводу визита господина Керри в нашу страну. Господа, я вас приветствую, благодарю за то, что вы согласились принять участие в этой беседе. Итак, Алексей Олегович, я надеюсь, вы на связи? Да, да, да. Что означает визит Керри в Россию? Насколько возможны определенные вот эти подвижки в отношениях России и США? Ну, подвижки, я надеюсь, будут, что этот визит их как бы близко предсказывает, сомневаюсь, но то, что разговор продолжается и на высоком уровне, это хорошо. Это шаг вперед по сравнению с тем, как это было где-то месяц, два, три, шесть тому назад. Вот как раз визит Керри, насколько я помню, планировался еще в январе, но потом был отменен, да, если я не ошибаюсь? Да. Сейчас это кажется несколько неожиданным. Михаил Васильевич, ваше мнение по этому поводу? Ну, я думаю, честно говоря, что для госсекретаря Керри и его коллег вообще, конечно, оправданием вот такого визита для встречи с высшими российскими руководителями, конечно, является необходимость, как наверняка говорят в администрации Обамы, донести какие-то важные мысли до президента Путина, какой-то месседж. Вот. И в чем этот месседж может заключаться? Ну, можно только гадать. Ну, я думаю, что он касается Украины. Задача Керри выяснить, прозондировать почву по поводу того, что Россия думает об участившихся нарушениях перемирия на востоке Украины. Ну, и планирует ли Москва оказывать влияние, которое, как считают американцы, она может оказывать на сепаратистов, ополченцев, чтобы вот с их стороны этих нарушений не было. Ну, а Россия в ответ, конечно, говорит, что надо оказать аналогичное, как минимум, воздействие на Киев, поскольку и Киев тоже, несомненно, причастен к вот этим проблемам, к бомбардировкам и так далее. Ну, кроме того, Ближний Восток, как вот вы сейчас сказали, Сирия и Иран, главный приоритет администрации Обамы, соглашение с Ираном, которое предстоит в окончательной форме до конца июня выработать. И здесь Россия играет ключевую роль. Может, в общем, совершенно, правда, дестабилизировать, скажем, ну, или сильно осложнить заключение этого соглашения, ну, вот, скажем, поставками комплексов С-300, что чревато, наверняка, какими-то даже серьезными реакциями со стороны других государств региона. Вот посольство США расставляет приоритеты в следующем порядке. Иран, Сирия, Украина. Вы считаете, что все же Украина будет главной темой? Ну, я думаю, если пытаться вот реконструировать или понять логику американцев, что по Украине американцы вот привезли некоторые месседжи. И они, скорее всего, Керри заявил, что вот санкции в отношении России будут сохраняться или ужесточаться, если Россия не окажет давления на сепаратистов. Ну, мы не знаем, но можем предполагать, что на это ответили Сергей Лавров и Владимир Путин. Но, несомненно, у Керри есть задача и какую-то позитивную повестку продвинуть, в том числе сотрудничество по Ближнему Востоку, ну, и отдать дань, конечно, празднованию Дня Победы. Василий Иванович, почему визит Керри стал возможным именно сейчас? Что произошло? Почему мы подошли к этой точке? На основании чего? И вот Михаил Иванович говорит о неком месседже, который требуется донести до ушей российского президента. Ваше мнение, что это за месседж? Да, я не знаю. Мне важно, чтобы этот месседж был бы шагом куда-нибудь вперед. Для американского бизнеса, интересы которого я представляю в России, главная помеха – это именно украинский кризис. И те санкции, которые накладываются на Россию, но они накладываются на Россию через кого-то, а этот кто-то – это именно компании, и американские, и европейские. Поэтому, хотя я не квалифицирован говорить о том, что и как, о чем говорят, я просто очень рад, что говорят. И думаю, что любой шаг вперед и любой разговор на этом уровне, особенно когда президент принимает Керри, то это значит, что есть серьезная тема. Кстати, вот по санкциям. МИД России утверждает, что про санкции говорить ничего не будем, но если Керри захочет, окей, выслушаем. Вот в переводе с дипломатического языка это что означает? Ну, очевидно, что позиция России не меняется никак, во всяком случае, публично в связи с санкциями. Россия сожалеет о том, что ввели санкции, но связывать какие бы то ни было свои действия с перспективой отмены санкций, увязывать таким образом Россия в принципе не собирается. Если хотите отменять санкции, отменяйте, но мы действуем в соответствии с нашими интересами, в духе доброй воли, ну и так далее. Россия не поддается на давление, короче говоря. Вот ответ. Вот по поводу давления, вот только что я читаю на лентах новостей сообщение, Транснефть создает в России совместное производство насосов каких-то вместе с неким партнером из Европы, который не боится санкций. Вот может быть визит господина Керри и связан как раз вот с тем, что пришло время отменять санкции и нужно обговорить некие условия их отмены. Ася Олегович. Ну, очень-очень интересная мысль. Надеюсь, что за ней есть какая-то почва. Мне кажется, что санкции, когда... Ну, это надо смотреть больше на Европу. Европа санкции ввела на год, они автоматически отпадают, если Европа единогласно их не продлевает. В Соединенных Штатах режим другой. Он зависит, он как бы на долгое время президент авторизован либо вводить, либо снимать санкции. То есть это фактически в руках у Белого дома. Поэтому санкции, режим разный и как раз подходит дата истечения основных секретариальных санкций по европейской системе. И, соответственно, вокруг этого разные разговоры. Я высказал интересную мысль, по мнению Алексея Олеговича, в кои-то веки. А вам насколько она показалась интересной? Ну, мне не хотелось бы быть пессимистом, но я думаю, что вот в таком ключе разговор, скорее всего, не идет. Вполне возможно, что часть месседжа Керри заключается в том, что Соединенные Штаты будут готовы отменять санкции и оказывать воздействие на своих европейских партнеров, чтобы они тоже это делали. Но в случае, если вот минские договоренности будут полностью соблюдены, а здесь есть определенные расхождения между позицией России и США. Россия считает, что Киев должен разговаривать с теми лидерами, которые уже были избраны в результате вот некоторой процедуры в ноябре прошлого года. А в свою очередь Киев говорит, что должны быть проведены выборы по закону Украины. И с этими вот людьми, которые сейчас возглавляют дела, они не будут. Украина заявляет о том, что есть намерение освободить Донецкий, захватить вновь Донецкий аэропорт, вернуть. Ну, это печально. И это во время визита Керри в Москву. Но я не хотел бы здесь каким-то образом выступать, не дай бог, адвокатом господина Порошенко. Но мне кажется, что в том контексте, как он это сказал, ну, речь шла о том, что вот Украина гарантирует, что в будущем восстановит этот аэропорт, и он будет под украинским контролем. Речь не шла о том, что Порошенко отдаст в ближайшее время приказ силой, нарушив перемирие, захватить Донецкий аэропорт. Вот, честно говоря, я в этом не услышал. Хотя, несомненно, подобного рода заявления, истуя с другой стороны, внушают тревогу. Немецкий бизнес, вот как заявил президент Путин, санкциями недоволен, если мы продолжаем тему санкций. Как вы думаете, возможно, давление оказывает какая-то предпринимательская среда на руководство Соединенных Штатов? Ну, я думаю, коллеги виднее, но мне кажется, что, в общем, американские предприниматели по большому счету смирились с тем режимом санкций, который был введен. Конечно, есть определенные лоббисты, их влияние гораздо сильнее как раз в Европе, чем в Соединенных Штатах. Но, мне кажется, администрация, правительство США и, в общем-то, Европейская комиссия, лидеры европейских стран дали понять бизнесменам, что вот эти вопросы касаются безопасности. И они, в общем, не обсуждаются, во всяком случае, до поры до времени, пока не создадутся условия. Ну, если и когда они создадутся, то бизнес, конечно, простимулирует снятие санкций, спора нет. Угу. У нас немного времени остается до рекламы. И в полушутку, в полусерьез. Вот, прекрасные подарки, да, Кере подарили помидоры и картошку. Это вот символ или помидор, это все-таки иногда просто помидор? Ася Олегович? По-моему, просто помидор и картошка. Насколько я понимаю, картошка имела, как бы, свои генетические корни в айдаху, поэтому есть здесь какой-то смысл. Как и колорадский жук, кстати. Ну, может быть, здесь и была идея в том, чтобы показать, что американские продукты дают сходы в России, значит, возможно, сотрудничество, взаимодействие, взаимное оплодотворение, так можно сказать. Но вместе с тем, я думаю, вы были правы в начале, когда сказали, что речь здесь тоже идет об импортозамещении. Вот в России есть и помидоры, и картошка, так что мы даже их можем подарить уважаемому госсекретарю, несмотря ни на какие санкции впроголодь мы не живем, ну и, в общем-то, практически процветаем, как и раньше. Промоушен будущего российского экспорта сельхозпродукции. Ну, может быть, такой будет демпинг, что производители в США обанкротятся. Господа, если не заражаете, прервемся и после рекламы продолжим. Левченко FAQ. Недвижимость. Новые форматы. В среду в 16.35. Утро делового человека не может обойтись без хорошего завтрака. Мы подскажем, как получить заряд здоровья и бодрости на весь день. Вкусно и быстро. Полезный завтрак. По четвергам в 8.05. Айзенберг. Париж. Подарки для самых любимых в магазинах Ле Туаль. Мука Беляевская. Очень бережный помол. Нежное, пышное тесто. Мука Беляевская. Бережный помол для булочных и кондитерских. Мука Беляевская. Мука Беляевская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжаем наш разговор вокруг визита господина Керри в Россию. А.Семкин Вот удивительная ситуация, вот вы не находите, США занимают, возможно, да невозможно, а самую жесткую позицию в отношении России, но уже после введения секторальных санкций, даже после их введения, товарооборот взаимный с Соединенными Штатами рос. В начале года, правда, сократился процентов на 6, а с европейцами это на 30 с лишним. Вот что получается? Собаки лают, караван идет, и бизнес-сотрудничество, если не ослабело до сегодняшнего дня, не ослабеет и в будущем. А.Семкин Какая-нибудь отклонение, какая-нибудь одна большая покупка могла бы сдвинуть цифры в Штатах. Поэтому я бы не слишком на это смотрел, как на показатель уровня бизнеса. И, кстати, вам вопрос, вот по поводу немцев я говорил с Михаилом Алексеевичем, вас не спросил, прошу прощения. Вообще оказывает какую-то лоббистскую поддержку косвенную, да, России, американский бизнес сейчас? Ну, конечно, американскому бизнесу, ничуть не больше немецкому, не нравятся санкции. Санкции, они не были выдуманы, чтобы нам нравиться. Они выдуманы, чтобы нам мешать. Мешать чего? Мешать делать бизнес и вести дела взаимовыгодные. Поэтому вопрос, разница может быть в тактике или в стиле подхода, но не в стратегии. Стратегия и той, и другой стороны сводится к тому, что сделаем все возможное, чтобы санкций не было. В этом смысле я бы согласился с коллегой, что здесь вопрос выше нас. Это не вопрос бизнеса, это вопрос высокой политики. Поэтому выступать, как-то громко кричать мы считаем абсолютно бесполезным попиранием воздуха. Михаил Васильевич, пока шла реклама, высказал интересную мысль по поводу заявления министра обороны США, сделанного ранее. Михаил Васильевич, повторите свою мысль, пожалуйста. Ну, я только сказал, что все-таки довольно серьезное заявление американской администрации прозвучало о том, что вот у США есть сведения о возможном начале наступления со стороны ДНР и ЛНР на позиции украинских войск, продвижения на запад, там вот речь все время идет о Мариуполе и так далее. Я не помню точных формулировок, которые были господином Картером использованы, но это заявление прозвучало, по-моему, на прошлой неделе на высоком уровне. И это означает, что, несомненно, Соединенные Штаты обеспокоены такой перспективой. И, вероятно, я думаю, одной из целей визита госсекретаря Керри является получение каких-то комментариев, объяснений по поводу того, а что вот Россия, ну, в лице, конечно, президента Путина, в первую очередь, думает о такой перспективе. Знаю, Россия скажет ли это, что вот это просто ополченцы, или скажет, что она считает это недопустимым и будет удерживать ополченцев, ну и так далее. Я думаю, что это, несомненно, обсуждается, но как один из сюжетов на повестке дня, вот, например, мне кажется, тот факт, что Керри и Путин встретились и пожали друг другу руки с улыбками, ну, он на многом говорит. Но в таком случае Керри, наверное, привезли какие-то предупреждения. Ну, вполне возможно, я думаю, предупреждения, ну, они стандартные, они были публично высказаны, вот, ну, речь идет о том, что санкции могут быть не сняты, что, может, могут быть ужесточены и так далее. Но это все стандартная позиция Соединенных Штатов, надо выполнить до конца минские договоренности. И, в общем, проблема нарушения перемирия, это только одна из проблем, а другая проблема, вот, собственно, как действовать дальше, проводить ли выборы на Донбассе, по каким законам и как контролировать границу и так далее. Вот это все до сих пор подвешено в воздухе. Василий Ильич, вот мы все время говорим, санкции могут быть ужесточены, ужесточены и еще раз ужесточены. А есть ли вот этот предел ужесточения, до какой степени санкции могут быть ужесточены? Ну, это... В экономическом плане, конечно. Есть ли еще рычаги воздействия остаются у Соединенных Штатов? Ну, конечно, есть. Россия и экономика России очень хорошо и за последние 20 лет интегрировала себя в мировую систему. Поэтому, как бы, расстояние отсюда до Северной Кореи, по-моему, еще есть. Вот, господин... К сожалению. Действительно. Господин Керри передал министру Лаврову некий список цитат из наших средств массовой информации, не отражающий реальный потенциал российско-американских отношений. В этой связи вы, может быть, чувствуете рост антиамериканских отношений? Отражается ли это как-то на бизнесе? Вы знаете, вот много разговоров об антиамериканских отношениях, то есть отношения отрицательных к американцам, но на реальный бизнес пока мало эффекта. Я как-то был на ток-шоу на радиостанции, и ведущая, она провела опрос. В опросе 85% проголосовали за то, что они готовы не покупать американские продукты, но если посмотреть на продажи американских компаний и американские продукты в России, они продаются так же, как и продавались. Поэтому между словом и делом довольно большая разница. Ну, это все разговоры о том, чтобы не покупать товары из какой-то страны. На самом деле покупают наиболее оптимальные по соотношению цена-качество товара. Ну и кроме того, далеко буквально единицы торговых марок в России четко ассоциируются с Соединенными Штатами. Ну, Макдональдс, наверное. Ну, может быть, там один из коммерческих банков. Который на 85%... Он вообще является российской компанией, там и работает по франшизе. Господа, вот если бы у вас была возможность обратиться лично к президенту Обаме и президенту Путину, что бы... О чем вы бы говорили? Давайте, Алексей Олегович, пожалуйста, вы. Ну, я бы их попросил постараться понять позицию другой стороны. То есть, я бы их попросил сыграть в игру, где каждый спорит за другую сторону. Мне кажется, они могли бы в результате друг друга понять лучше и, может, найти какой-нибудь компромисс и решение. Михаил Сеевич? Ну, как обычно, конечно, попытаться найти компромисс, оценить действительный ущерб от осложнения отношений, от санкций и всего прочего. И не играть вот в ту самую игру цыпленка, лобовое столкновение, кто первый свернет, это действительно довольно опасно, может плохо закончиться. И мне кажется, что вот, судя по картинкам, которые мы сегодня видели, во всяком случае, без заявлений пока, ну, определенное такое осознание присутствует. Ну, вот надо его положить на язык договоренности. Мы, конечно, ждем итоговый выход к прессе после переговоров. Будет что-то означать, если выйдет, допустим, Путин Керри или Лавров Керри? Ну, я, честно говоря, так понимаю, что по протоколу не может выйти глава государства с чиновником уровня министра, даже министра иностранных дел. Все-таки, насколько я понимаю, полагается выходить двум чиновникам одинакового ранга. Вполне возможно, президент Путин как-то сделает отдельное заявление для прессы, может быть, ответит даже на вопросы, но он не будет стоять рядом с Керри за одинаковыми подиумами. Олексей Олегович, пожалуйста. Ну, мне кажется, я согласен, я не специалист, но мне кажется, что по протоколу выйдут два министра. Я тоже думаю, если не будет, то...